Художественный музей Арданбасс уже не первый год активно занимается укреплением культурных межмузейных связей между Донбассом и Россией. В этот раз директор музея Екатерина Калиниченко и ее заместитель Елена Гусакова отправились с рабочей поездкой в город Ярославль. Это укрепление наших дружеских отношений с замечательными коллегами сразу из двух музеев. Первый – это Государственный музей-заповедник Карабиха и замечательные сотрудники, которые всех себя отдают служению искусству и развитию музейного дела. Мы познакомились в 2017 году в Санкт-Петербурге и вот тогда еще, потом встречаясь на различных международных и всероссийских фестивалях, конкурсах музейных, мы оговаривали, что можем сделать мы такое общее. Ну и, конечно, так как музей Некрасова – это тема, связанная с Некрасовым. И этот год юбилейный мы решили не откладывать наше мероприятие на конец года, а открыть наш год замечательным таким конкурсом, в котором приняли участие ребята из Донецкой Народной Республики. Эту выставку уже посмотрели гости к Карабихе. Наш приезд как раз и был обусловлен подписанием долгожданного договора о партнерском сотрудничестве с этим музеем, потому что наши сотрудники принимают участие в конференциях, которые проводит этот музей. Мы вместе общаемся, и, конечно же, и нам есть чем поделиться и узнать что-то новое. После литературно-мемориального музея-заповедника Карабиха сотрудники Ордонбасса отправились в Некрасовский районный краеведческий музей. Он находится в 60 километрах от Ярославля, такой замечательный район со своей историей. Год основания этого поселения – 1214 год. Раньше назывался он «Большие соли». Нас водили в музей соли, где солевары добывали это золото соленое. И познакомились мы с небольшой коллекцией, но очень уютным и очень гостеприимным домом. Там мы открыли вместе с нашими коллегами выставку. По мотивам произведения Некрасова подписали договор о сотрудничестве. Ну и надеюсь, что юбилей нашего музея, который будет в этом году, позволит нам принять наших гостей, чтобы познакомились они с искусством Донбасса. Ярославль – один из старейших русских городов, в котором сохранены памятники зодчества 17-18 веков. Руководители Ордонбасса посетили множество уникальных мест города. Мы ездили с моим заместителем Еленой Гусаковой, что-то посетили те же достопримечательности, потому что есть основа, которую нужно непременно увидеть. Это архитектурные памятники, храмы 16-го, 17-го, 18-го столетия. И вот когда ты смотришь росписи, старинные иконы, которые действительно являются ценностью всего народа, это очень важно. Для сотрудников музея Ордонбасс поездка выдалась не только продуктивной со стороны укрепления межмузейных связей, но и возможностью вдохновиться на новые свершения. В поездках таких ты заряжаешься вот той энергетикой, которая тебе потом помогает работать и что-то новое проявлять. Мы тоже привезли уже новые идеи, думаю, что мы порадуем, не знаю, как в ближайшем будущем, но жителей нашей республики интересными проектами и совместными, и нашими, потому что всегда такие поездки, они дают возможность раскрыть крылья.